Встреча с ветеранами Великой Отечественной и Детьми Войны – особое событие для каждого ребенка. В детском саду номер 14 такие праздники проходят регулярно. Воспитатели и ребята к 9 мая подготовили музыкально-литературную композицию. Мы большой упор делаем на патриотическое нравственное воспитание, потому что патриотическое нравственное воспитание дает плацдарм для дальнейшей работы с детьми. То есть если ребенок на сегодня будет хорошо воспитан, патриотически относится к своей родине, любит свою родину, в дальнейшем он будет именно гражданин России, настоящий гражданин, и будет любить свою родину и свою страну. А это самое главное. В первых рядах дети войны. Они с трудом сдерживают слезы. Каждый из них вспоминает свое детство. Детство, которого не было. Оно прошло под оккупацией и бомбежками фашистов. И как никто другой, дети ждали победы. Мирного, чистого неба над головой. Самое главное. Деточки ваши необыкновенные. Вы знаете, необыкновенные. Так приятно на них смотреть. И самое главное. Дай Бог, чтобы только не было войны, которую мы перенесли тоже деточками. Но самое главное по жизни. Пускай у всех будет самое лучшее, самое хорошее. Самое главное по жизни, чтобы каждый имел свое «я». И самое главное, чтобы все были здоровые. Голубого неба, чистого хлеба, чистой воды и никакой беды. Ребята читали стихи, пели песни, танцевали. Одна картина сменяла другую. Весна, лето, война, схватки и сражения. И вот она, долгожданная победа. Помни, да, помни, да, помни, да, лето, дай. Тот семеносий и поющий яркий май. И при этом всем русскому вальсе сквозь гора. Помни, в сердце не забудет никогда. После концерта ветераны вместе с воспитателями на территории детского сада посадили дубы. Важно, что все саженцы дети вырастили сами и приготовили специально к этому дню. Когда сажали детки эти, вот закапывали в эти стаканчики желуди, они прям так и приговаривали расти, расти желудь и вырасти дубок. Поэтому все, в принципе, так и сбылось. В заключении все собрались за одним столом. Дети войны вспоминали свое детство, а руководители детского сада делились успехами и достижениями своих воспитанников. Разные поколения, но мечта одна – чтобы на земле никогда больше не было войны. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова